Сейчас, когда кругом снег и морозы, тема саранчи кажется выстанной из пальца. Однако, что называется, скрытая угроза. По толщу снега в виде яиц эти насекомые преспокойно зимуют. С приходом же лета и потеплением саранча вылупляет яиц и может взбиваться в крупной стае, образуя целые летучие облака, которые способны мигрировать на большие расстояния, пожирая всю растительность. Аппетиты у саранчи такие, что в сутки одна особь может съесть пищи, равной своему весу. Минувшим летом полчаса этих вредителей атаковали целый ряд южных регионов страны, съев урожай на несколько миллионов рублей. Налетела огромная туча. Накануне футбольного мундиали в федеральном Минсельхозе решили подстелить соломку и призвали лучше бороться с вредителями. В этом году, как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой, у нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет. Футбольные поля зеленые, а саранча любят, где зелени много. Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет? Руководство же Оргкомитета Чемпионата мира эту новость встретило с юмором. Саранча не представляет угрозы футбольным полям. Это очень короткая трава, к тому же она специальным образом обработана. От возможного визита саранчи на футбол на Казань-арену большинство казанцев лишь смеется. Работаю в психиатрии некоторое время. Могу предположить разные вещи по поводу специалистов. Насколько серьезная такая вероятность? Ну все, максимально серьезная. Не верю, но может быть всякое. Я боюсь, что футбол испортит не саранча, к сожалению. Но главное, чтобы наша сборная не испортила. Как говорят спортивные журналисты, такие случаи, чтобы саранча добралась до стадиона и съел там газон, действительно трудно припомнить. Таких случаев в моей памяти нет. Потому что я, например, был на нескольких чемпионатах мира, даже не стоял вопрос об этом. В Татарстане последний раз ощутимые последствия от аппетита в саранчи были в 2013 году. Тогда насекомые отобедали посевами в 20 районах. Как успокаивают в Россельхозцентре, сейчас эти вредители в республике не активны и на крыло не встают. В настоящее время пока беспокойство не ожидается. Мы ожидаем где-то приблизительно в 2020-2021 годах. То есть у него пики такие через 10-11 лет. При этом, как добавляют специалисты, есть вероятность появления залетных вредителей. Но в последние годы таких визитеров не было. И если на футбольном чемпионате эти гости все же появятся, их встретят химическими реагентами. Дмитрий Аринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.